здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня у меня для вас рецепт простого печенья будем готовить гусиные лапки думаю что у каждого из вас есть свой любимый рецепт этой выпечки сегодня я с вами поделюсь своим рецептом и для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты мука ванильный сахар разрыхлитель простой сахар растительное масло сливочное масло сода сок лимона и цедра лимона и конечно же творог творог у меня жирный жирностью 9 процентов сливочное масло тоже жирная 82 и 5 процентов жирности сливочное масло комнатной температуры хорошо размягченная сначала соединяем все сухие ингредиенты в муку я добавлю разрыхлитель меня полный пакет разрыхлителя где-то 10 грамм соду хорошенько перемешиваем эту массу я оставлю в сторону сахар добавлю ванильный сахар у меня с натуральной ванилью перемешиваем это же оставлю теперь к творогу добавлю сливочное масло добавлю растительное масло и добавлю сок лимона вместе с цедрой лимона это все нужно хорошо перетереть если у вас зернистый творог то пропустите через сито или творог можно перебить блендером у меня такой кремообразный творог поэтому я сразу соединила с другими ингредиентами получилась масса вот такой кремообразной консистенции теперь сюда добавлю щепотку соли и сюда же добавлю одну или две чайные ложки сахара теперь в эту массу гладкую однородную буду водить муку обязательно нужно просеивать у нас должно получиться гладкое мягкое тесто добавлю оставшуюся муку слегка перемешаем сниму лопаточку и домешу вручную буквально одну-две минуты домешу тесто на столе у меня получилось вот такое мягкое не липнущее к рукам тесто завернуть тесто в пищевую пленку и поставлю в холодильник на 30 минут а к этому времени хорошо разогреть духовку до 180 градусов прошло 30 минут раскатываем тесто нарезаем тесто я раскатала тесто вот такой толщины обрезки тесто собираем в комок еще раз будем раскатывать до тех пор пока у нас закончится тесто кусочек теста заверну пищевой пленкой чтобы она не заветрилась теперь формируем печенье на половину кружка насыплю сахар и оставила немножко сахара с ванильным сахаром количество сахара возьмите на ваш вкус накрываем эту половинку еще раз наполовину сыпем сахар немножко так притоптаем пальцем и складываем заготовки сверху тоже можно посыпать сахаром но этого не буду делать после я посыплю сахарной пудрой поставлю печенье в духовку заранее разогретую до 180 градусов нам понадобится приблизительно 15-20 минут но опять же время приготовления зависит от особенностей вашей духовки у каждого они разные и пекут по разному пока мои печенья находятся в духовке я заварю вкусный ароматный чай в чайник добавлю 3 гвоздики залю кипятком закрою крышечкой и накрою полотенцем пусть заварится печенье уже испеклись сниму на решетку и дам полностью остыть меня вкусный ароматный чай уже готов и печенье тоже готовы они уже остыли я посыпала сверху сахарной пудрой сейчас отломаю и посмотрим как они получились внутри мы попробовали печенье нам очень понравились они получились хрустящими снаружи мягкие внутри и с очень приятной лимонной ноткой подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и до новых встреч